Всем привет! Наконец-то вышло новое глобальное обновление в Pet Simulator X. Добавили довольно много всего, также довольно много обновили старых моделек, а именно банк, получается фонтан, как видите, мне кажется он стал намного красивее. Вот банк обновили, ну тоже довольно неплохо выглядит в принципе. Также обновили получается голд машину, также фьюз машину тоже обновили, давайте сейчас мы все посмотрим. Вот слушайте, фьюз машина, кстати, выглядит мне кажется довольно круто, ну лично мне нравится. А радужную машину вроде бы тоже обновили, давайте посмотрим. Так, находится она здесь, да, ее тоже обновили, ну особо вид она не поменяла, но выглядит, да, прикольно. Так, и вроде бы еще что-то обновили, а, вспомнил, это короче у нас получается дарк машина, тпхаемся туда. И сейчас посмотрим, как выглядит она. Ну, слушайте, она тоже офигенно выглядит, очень круто, ну лично мне нравится. Короче, помимо этого добавили получается новый мир, новые монеты, появилось 2 новых яйца и 3 новых локации. В принципе, сейчас мы вместе с вами это все посмотрим. Значит, смотрите, для начала, чтобы попасть в новую локацию, то есть в новый мир, нужно тпхнуться вот в эту локацию, в хакерский портал, и подбежать вот к этому порталу. После чего, этот портал предлагает вам выполнить 3 квеста. То есть, короче, выполнить их нужно обязательно, чтобы попасть в новый мир. Нужно всего лишь выполнить 3 квеста, они очень простые, ну лично для меня простые, думаю для вас тоже не будут простые. Значит, я их все почти выполнил, остался один, но он у меня уже выполнен. Значит, смотрите, первый квест, это нужно сломать 10 сундуков. Вот в этой локации, в которой мы находимся, вот таких больших 10 сундуков нужно сломать. Второе задание, это нужно получить 50 лутбегов, то есть мешков с подарками. Нужно, чтобы вам выпало 50 штук, вы их собрали. И последнее квестовое задание, это сделать 3 дарк питомца. Я их уже сделал, они у меня уже готовы, давайте соберем и посмотрим, наконец-то, как выглядит новый мир. Сразу скажу то, что я еще не видел, как он выглядит. Я специально ждал момент, чтобы записать видеоролик. Так, давайте я этих пэтов сниму. Одену самых крутых. Кстати, у меня уже есть новые питомцы. Получается, самый сильный питомец, это вот этот экселотль. Это хелл, ну то есть, получается, темный там, вы поняли, вот этот питомец. Это получается радужная версия его. Из дарк метра, если его сделать, то где-то будет около 75, по-моему, или 50 триллионов уронов. Это очень много. И также вот такой получается еще новый мифик появился. Но, естественно, он послабее. Но все равно сильнее, чем старые. А это круто. Так, ладно, давайте посмотрим, наконец-то, как выглядит новый мир. Я думаю, выглядит он довольно круто. Питомцы, конечно, новые появились очень жесткие. Потому что статы очень сильно отличаются. Так, все отлично. Я прошел все квесты. Я могу тпхнуться. Тпхимся. Короче, как я понял, смотрите, сначала мы попадаем в void мир. После чего нужно, получается, как я понял, идти вот сюда. Здесь появилась какая-то статуя. А, это получается фонтан, который в первой локации находится. Только получается он немного сломанный, как видите. Ну, точно такой же фонтан, как на первой локации. Здесь, получается, также есть банк, есть индекс питомцев. В принципе, это неинтересно. Давайте идем дальше. Сделано, кстати, довольно прикольно. Как я вижу, тут еще большой прыжок есть. Это круто. И, получается, вот здесь появилась новая пушка в новый мир. Давайте сейчас тпхнемся. Как видите, появились, получается, новые радужные монеты. Вообще, по идее, должен был появиться новый мир зимний. Но, почему-то, разработчик решил все-таки не делать зимний мир, а сделать, получается, водный с радужными монетами. Ну, ладно, в принципе, скорее всего, это обновление с зимним миром он перенесет на следующую зиму. Либо же, возможно, будет чуть позже. Но, не факт. Так, значит, первым делом, что я вижу, здесь есть банк и есть два новых яйца. Одно уже открыто, второе закрыто. Естественно, чтобы второе яйцо открыть, нужно купить локации. А первая локация, как я вижу, стоит 95 тысяч. Кстати, здесь освещение довольно плохое, и сдалека, если смотреть, то цену не особо качественно, четко видно. Так, а еще следующая локация стоит 525 тысяч. Уже намного дороже. Ладно, давайте, значит, зафармим эти монетки, посмотрим, как быстро они будут у меня фармиться. Как я вижу, довольно долго фармятся они. Бусты у меня есть. Давайте я сейчас, кстати, еще раз их активирую. А, и также, кстати, появилось еще новое донатерское яйцо. Появился вот этот новый хьюч питомец. Это каменный хьюч питомец. Название я точно его не знаю. Но, в принципе, сути не меняет. Разработчик, как вы поняли, хочет со своей игры выжать все соки и собрать как можно больше денег. Мне кажется, это уже всем было изначально понятно. Так, все готово. Бусты я завязал. И давайте, знаете, что я хочу проверить. Смотрите. Значит, давайте сломаем вот этот сундук. Сколько мне с него дадут? 3500 почти. Округлим. Так, и давайте тогда снимем вот этих питомцев. И посмотрим, сколько сейчас мне чисто с хьюч питомцев дадут. Так, ломаем вот этот сундук. Только это другой был. Тоже 3500. Так, вот этот. Тут чуть побольше. Тут получается с бонусом дали. Нет, смотрите, все-таки больше дают, если чисто хьюч питомцев миломать. То есть, короче, если у вас есть хьюч питомцы, лучше чисто хьюч питомцев миломать, потому что монет, как видите, больше дают. Конечно, не намного больше, но это чувствуется разница. Так, все отлично. Мне написало то, что я могу купить первое яйцо. Я накопил. Отлично. Но оно пока что меня не интересует. Мне получается, нужно купить новую локацию. Как видите, фармится довольно долго, потому что это новый мир. Тут получается жизни больше у монет, у сундуков, у коробок и так далее. И, естественно, приходится дольше фармиться. Только я не понимаю сути то, что у меня есть вот эти новые питомцы. Ну, грубо говоря, самые сильные почти. Но почему-то с ними я даже меньше получаю монет, чем с хьюч питомцев. Если чисто их только брать. Конечно, вот это странно. По идее, я сейчас должен довольно много получать. Но копятся довольно долго. Ну, почти накопил. Остается буквально чуть-чуть. Желательно, конечно, ломать вот эти вот большие коробки. С них, естественно, больше дается. Но их особо много не спавнится. Все отлично. Сейчас еще получается пару монеток, пару коробок сломать. И я уже накоплю на новую локацию. Так, остается 3,5 тысячи. В принципе, вот я думаю, сейчас ломаем коробку. Ну, почти накопил. Так, и мне написало то, что я еще накопил на одно яйцо. Или что это написало? Не заметил, не успел прочитать. Ну, ладно, не суть. Так, значит, покупаем новую локацию. Как видите, тут тоже освещение довольно плохое. Ну, естественно, типа, это океан. В океане освещение, как вы знаете, будет довольно тусклое и блеклое. Вот, получается, разработчик решил сделать, чтобы было как в реальной жизни. Ну, смотрите, здесь я зарабатываю намного больше. Здесь появился сейф. Из сейфа я сейчас заработал 150 тысяч монет. Это очень много, кстати. Я уже даже накопил на новую локацию. Вот это вот круто. Вот здесь, на этой локации, намного быстрее прокачиваться, чем на прошлой начальной. Так, значит, ладно, покупаем новую локацию, последнюю. Здесь, как видите, получается, появился новый большой сундук. Только мне вот интересно, почему он стоит посередине? Типа, если разработчик будет добавлять новые локации, этот сундук так и останется в этой локации посередине? Или же всё-таки он его поместит вбок, и потом опять впереди будут новые локации появляться? Либо же, смотрите, как вариант. В первой части, в пэт-симуляторе, насколько я знаю, было ещё разветвление. То есть, можно было купить локации вот с этой стороны и вот с этой. То есть, возможно, всё-таки следующие локации будут появляться по бокам. Но это не точно. А, ладно, давайте сломаем сундук. Конечно, как видите, жизни у него очень много. Сейчас заодно посмотрим, сколько мне с него монет дадут. Ломать, конечно, его придётся довольно долго. Монеты, как видите, он даёт не сразу, нужно подождать некоторое время. Так, ну вот я получил 385 тысяч монет. В принципе, ну, неплохо. Так, ладно, давайте ради интереса откроем, получается, новое яйцо какое-нибудь. Ну, допустим, вот это. Покупаем. Стоит оно 35 тысяч, довольно мало. Так, и мне выпал бейзик. Какой там у него урон, давайте посмотрим. 52 миллиарда. Ну, слушайте, естественно, эти новые питомцы будут сильнее, чем прошлые. И сильнее, кстати, они довольно намного. Прям чувствуется разница. Так, ещё один новый питомец. Ну, вот этот питомец, кстати, выглядит очень круто. Как видите, последний питомец это мифик. Предпоследний это легендарка. А мифик у меня уже есть, давайте ещё раз покажу, как он выглядит. А вот такой мифик, естественно, он слабее, чем вот этот. А получается, самый сильный мифик находится вот в этом яйце, самый последний. И предпоследний, как я думаю, это получается тоже. Лего новое. Ну, естественно, она слабее будет, чем мифик. Если не ошибаюсь, то если сделать дарк метр питомца нового мифика, то должно быть около 75 триллионов урона. Это очень круто. Так, ладно, давайте тоже ради интереса откроем это новое яйцо одно. Посмотрим, что мне выпадет. Бэйзик. Опять питомец выпал. Ну, естественно, не выпадает, потому что у меня удача не использована. Пока что смысла я не вижу её использовать. Также, я думаю, запишу ролик по открытию яйца, когда накоплю много монет. И тогда уже завязаем удачу и посмотрим, что нам выпадет. Также, кстати, нового хьюч питомца не добавили именно в яйце. Возможно, в следующих обновлениях он появится. Слушайте, а что, почти доломал сундук? Или мне кажется, ну-ка? Да, я почти доломал. Нифига себе. Прикиньте, я в соло сломал сундук. И довольно быстро. Вот это круто, слушайте. Так, давайте быстренько посмотрим, как выглядят новые питомцы, которые я выбил. Так, давайте сначала посмотрим, сколько мне дадут монет. Нифига себе тут выпало этих мешков подарочных. Ну, слушайте, это жёстко. Если именно брать вот эту локацию для фарма мешков, для количества мешков, то это очень круто. Тут отдаётся прям очень много. Так, и где у меня тут новые питомцы? Вот я вижу, появились, получается, два. Ну, в принципе, да, двоих я и выбивал. Ладно, давайте их удалим. Они мне, в принципе, не нужны. Вот эти тоже не нужны. Ну, в принципе, вот, как видите, вот такая обнова. Естественно, выгоднее всего фармиться на этом сундуке, потому что с него больше всего даётся монет. Также скоро будет ролик по фьюзу питомцев. То есть, из каких питомцев можно будет фьюзить самые сильные легендарные питомцы. Естественно, я вам это покажу. Ждите. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.